И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэвен, мы продолжаем проходить Final Fantasy 4 The After Years, и в общем-то я ничего не помню, потому что у меня был, о господи, перерыв, сейчас я сделаю потише, потому что я сейчас чуть не облухла. Я помню, что мы прибыли с горы Хоп, в общем-то сюда, в замок, в Фабулу, и в общем-то сейчас мы должны вроде как идти в барон, да, чтобы поговорить с Сесилом, и чтобы Янг понял, что, типа, все не так. К востоку от замка есть гавань. Ой, спасибо, что напомнила, это я уже забыла про гавань. Иначе на корабле до барона не добраться. Хорошо. Я, кстати, не помню, я тут за кадром бегала, собирала, или я сказала это в предыдущей серии и не сделала этого. Я, к сожалению, не помню. Потому что... Зачем? Так, нет, стоп, это кристаллы. Ладно, сейчас давайте просто тестово пробежимся, потому что, по-моему, я все-таки этим... Не знаю, не помню. Ну ладно, будем надеяться, что... Как сказать? Что там ничего не обновилось. Потому что тогда придется наяривать сейчас по всему этому самому. О, кстати, подожди. Хорошо, что мы сюда зашли. Сейчас проверим заодно у нас как там с инвентарем так. Ну, конечно, хотелось бы побольше. Значит, я все-таки этим не занималась, да? Или занималась? Фиг поймешь ты, господи. Странно, как будто бы звуки игры, то есть вот эти всякие... Стоп, тише, а игра была громко-то касалась. Подождите. Да не, все тихо. Возьми, с гранным. Так, подачи... Нет, ничего, жаль. А ты че скажешь мне? Палаточки. Шесть штуковок. Домик. Давайте хотя бы отфа возьмем. Скорок бомбы. Так, молния, господи. Лебро, я не хочу. Вот там, где бушу, пожалуй, возьму. Замечательно. Так, подожди. Ничего нет? Жаль. Фолосом. Сейчас тогда по-быстренькому посмотрим, что там в правом крыле. Обновились ли там сундуки? Потому что я ничего не помню. А, здесь же еще эти самые, точно. Сейчас давайте посмотрим тогда. Шапка с пером не нужна. Серебряный нарюкельник. Ну давайте два штучка. Возьмем, пока деньги есть. Добро пожаловать, спасибо. Так, пламяные резюме. Металлический. Ну, видите, металлический он, конечно, хорош, но он не очень сильно прям так повышает нашу атаку. Все равно одну единицу. И при этом он без свойств. То есть без льда, без огня, без всякого такого. Поэтому брать, пожалуй, не будем. Так, снарядить. Пойдет. А, ну рукавник. Ну хотя, сила, да, понижается, конечно. Вот хрен его знает. Ладно, давайте оденем. Сила понижается не так, чтобы сильная, зато защитка. Взрастает защита, это наше все. Ой, что-то я так отвыкла, честно говоря, записывать. Я, наверное, дней пять вообще ничего не записывала. То есть вообще ничего. Молчала, то бишь целых пять дней. Я сейчас говорю, я чувствую, что у меня что-то горло уже болит. Очень быстро отвыкаешь, на самом деле. Расслабляешься. Организм быстро привыкает к хорошему. Так, вот это. Ну, во что вы делаете со мной? Сейчас проверим заодно. Нормально. В общем. Ту-ру-ту-ру-ту-ру. Замесеть нам. В этом гавань того, сколько-то помнил. Ну, здесь, кстати, вот эти, вот, на моей памяти, вот эти маленькие кусочки гор, они вроде как после каких-то катаклизмов должны были... Это Чукобовский лес же, да? Они должны были опускаться. Что-то такое там было. Я только не помню, где именно это было. Я помню, точно было что-то похожее в Final Fantasy 3. Вроде как что-то такое же было в Final Fantasy 5. А вот насчет четверки я не помню. С жилинью. Ну да, ладно. А, кстати, ребят, да, спасибо, что написали в комментариях, прям там засыпали однотипными комментариями в том, что гоблин, вот, призыв гоблина изучается через предметы. Я забыла вообще об этом. Так настолько непривычно, что у меня даже мозг этого не вспомнил. Так, белой Чукоба, лечимся. В общем, когда мы будем за Ридию, надо будет залезть. Поедемте на Чукоба. Я, конечно, понимаю, мы опыт потеряем. Ну, хотя просто посмотрите, где-то гавань. То, что Восток, это... Дело тонкое. Я не наблюдаю на Востоке гавань. Просто сейчас я пока буду ее искать. Просто, ну, как бы, вот замок, Восток, как бы, справа. Ну, я не вижу гавань. А, ну вот, для дебилов. Пошла такая. Ладно, слушайте, подождите. Раз уж мы на Чукоба сейчас осмотримся. Мы здесь были, я знаю, но... Вдруг мы еще так что-нибудь пропустили, и я же умею. Да ладно, пойдемте в гавань. Вперт. Вперт. Все равно нас еще сейчас будут очень сильно бить в бароне, мы там качнемся. Нормально. Урсула, зря не рискую, но и не вздумай трусить. Поняла? А ты имей в виду, если с Урсулой хоть что-нибудь случится, ты у меня получишь уже не сковородкой. Конечно, конечно. Мам, ты что? Она его сбивала. Помните Янга-сковородка, когда он там все опасности подвергал? А за стороны мы присмотрим. Да? Ешшш, дайте. Учитель Янг, принцесса, да сопутствуем вам удачи. Аж что-то скупая слеза потекла. Сковородка. В барон мы поплывем кружным путем, так что располагайтесь, потому что путешествие будет долгое. Ну, ребята, поднятие якорь. Есть, сэр. Огой! Все, поплыви. Я сама? Нет, конечно. Какой я сама? Чтобы я управляла? Не дадут. Странно, мы плывем, ну ладно. Еще будет взрослый разговор дочери с папой. Что мы будем делать, когда проплывем в барон? Любой ценой доберемся до Сесила и выясним, что же происходит. А вдруг он уже во власти врагов? Такого не может случиться, только не с Сесилом. Повезло ему. Ты так неколебимо у него веришь? Непоколебимо. Правильнее было, я думаю. Непокобелимо. Ну ладно. Наши мужчины непокобелимо, да? Что там? Чудовище! С улыбкой сказал он. Что-то мне напоминает. Отец! Урсула приготовится! Ама-хач-ма-хач-ма-хач-ма-хач. О, Господи, как вас много. Не ожидала. Вот что мне нравится четверка? Есть персонажи до хрена в партии. Могут ходить. Может ходить. Рэдвит немнодерну. Ну. Слишком легко это было, да? Первый раз слышу, что вы, чудовище, напали прямо на корабли. Должно быть, это тоже из-за луны. Нам это лого уже так часто показывают. Когда оно уже покраснеет? Это что такое? Капитан, вон дамцианский корабль. Ааа, дамциане! Эдвард. Догнать и перегнать, мы им покажем. Есть, сэр. Да что им показать-то? Дамцианский? Это же Эдвард. Может он тоже плывет в барон? Ну точно Эдвард. Хе-хей. Да это же Янг. Да это же Эдвард. Король дамциана. Эдвард Крис фон Мьюир. Это же жена, что ли? Ничего себе. Не, наверное, советница какая-нибудь. Не может быть. Король фабула? Секретарша. Короля дамциана Харли. Какая-то она такая... Злобненькая. Да, сильный, бесстрашный и милосердный правитель. Эдвард, вы тоже направляетесь в барон? Да, верно. Тоже? То есть они плывут туда же, куда и мы? Да. Видимо, их фабули не оставили без внимания тревожные знаки. Если Янг на нашей стороне, я чувствую себя смелее. Ура! А че корабли-то одинаковые? Хоть бы пар... А че это с нами? Мы тонем? Что с нами прозволь? А? Воняет горю. Корабль идет все медленней. Да, похоже, чудовище его потрепали сильнее, чем я думал. Ой, да господи, там один какой-то водяной был. Че, в самом деле? Эй вы, раздевы, найти поломки и починить. Есть починить. Но он там дымился, как бы, а не тонул. Мы тут-то будем сегодня поплыли, Эдвард улетает, уплывает. Ну как? Да мало хорошего. У нас топливный бак прогрызен. Или прогрызен. Почему топ... Какой топливный бак? Вы на парусном корабле, алло! Что? Топлива осталось. Как дотянуть до ближайшего острова и все. До ближайшего острова? Да, Адамантитовые острова. Замечательно. Эдвард, подожди, не бросай меня. Недалеко мы уплыли. Ну? Здесь они найдут остатки красных крыльев? Оф, добрались-таки. Где же взять топливо? Ну, в упавшем, небось, корабле они подберут его, да? На ходу и конец и пальмовое масло сгодится. Горит паршиво, но лучше, чем ничего. Я так понимаю, у них парусный корабль с паровым двигателем, да? Они масло используют для выделения пара, а пар, соответственно, для механической работы. Я должен просить вас спешить, поспешить. Одна беда, остров-то неразведенный, неразведанный, господи. Неизвестно, какие твари тут живут? Известно. Тогда за топливом пойду я. И меня с собой возьми. Ты жди здесь. А, конечно. А можно с вами, учитель? Не тревожьтесь, я скоро вернусь. Короля одного отправили. Гениально. Будьте осторожны. Ну, с другой стороны, это финалка, здесь всегда такая хрень происходит. Поэтому, как бы, удивляться. Ну, мы же понимаем, что у Урсула не останется, да? Она же, наверное, не копаетит за ним. Небось, что происходит? Ночь? Ну, фильтр наложил. Ну, конечно. Ага. Ну, ну, сейчас, короче, обшмонаем корабль. Сохраняш. То ли, блин, слушайте, то ли я оглохла, то ли звуки как-то поменялись. Хорошо. Трюм какой-то тухлый, нечего даже подобрать. Где ром? Где сухари? Где вяленое мясо? Что, совсем ничего? Нет, я туда не пойду, подожди. Почему шторвал никто не это самое не стережет? Я, конечно, понимаю, что это не нужно, но... Опа. Кстати, я еще приторговываю понемногу. Высшему высочеству ступил его подешевле. Ну, и что ты там ступаешь подешевле? Тот же самый мусор, да? Надумайте. Да-да-да, подожди. Ай, мидддддддддюжж. Еще разок. Что у него появилось? Ничего. Этот с... Да я поняла. Слева-нибудь продает предмет. А. Передышка. Я прям по привычке кликаю. Да, да, да. Ну ладно. Отдохнем. Янг вернулся? Нет, конечно. Внизу у нас трем со всем добром. Да нету там у вас добра, у вас там мусор один. Так, с тобой. Учитель Янг, конечно, силен, но мне тревожно, что он отправился один. Хватит трястись. Учитель Янг не даст себя в обиду. Угу. Надеюсь, что он вернется невредим. Ну да, надеется, только и остается, да? Ночью в лесу опасно. Оставайтесь на борту, принцесса. Конечно. Слепошары. Обезьяна, я пошла. Отец. Ничего, это же учитель Янг. Он быстро обернется. Ночь уже настала. Я тоже пойду. Умеет устанавливать принцессу руку. Принцесса Урсула. Ну, эти хоть побежали следом, ладно. Янг бы им, мне кажется, голову оторвал. Если бы узнал, что они ее отпустили. Неужели отец так далеко ушел? Так, ну-ка. Очень интересно. Кто тут возится? Подожди. Так, ладно. Черная магия не повышена. Если даже тут кто-то и водится, нас не жахнут. О, здравствуйте. Какая прелесть. У меня в чем-то такое ощущение, что здесь в кустах каких-нибудь что-нибудь обязательно лежит. Ой, ой, себе напугали. Змеи. Змеи это фигня. Урсула автоматом пошла на задний план. Не знаю, хорошо это или плохо. Так. Кустики такие. Эти кустики, между прочим, раньше приходилось обходить. Сейчас они как трава. Это стаганно. Ну, что там такое, опять? Знаете, мне этот лес частично... Вот чуть-чуть, с капелюшечку совсем самую маленькую напоминает лес призраков или как он там назывался в Final Fantasy VI. Это ужасное место там. Там вообще каждая локация такая, знаете, которая не город. Хотя нет, там города еще хуже, чем леса. Шестерка, она вообще... Ой, когда мы дойдем до ее прохождения, вы поймете всю боль мою, связанную с ней. Вот, кто давно на канале, кто помнит, как я сокрушалась по поводу восьмой финалки, и в частности ультимеции, это вообще рядом даже не стоит, поверьте. Потому что мы потом с вами восьмерку прошли, и как бы... Просто я тогда-то первый раз проходила, естественно, я сокрушалась. Потому что я хреново очень прокачалась, что происходит. А, флэшбеки. В общем, потом расскажу. Приготовлю-ка я нам поесть. Уже пора. Да, спасибо. Королева готовит. Прикольно. Что, она беременная, что ли? Что с тобой? Ничего страшного. Ты выглядишь нездоровой. Да тошнит ее. Не бойся, я не вольна. Нет? Совсем наоборот. У нас с тобой будет ребеночек. Ты что? А ты не рад? Рад, конечно. Увернулся. А кто это вспоминает тогда вопрос? Небольшой. О, там кусок коробка слева. А, нет, это вообще что-то не... Это что это? Может быть дальше? Теперь мы... А, это вот эта штука. Я так знала. Очерта, они уже больно знакомы. Так, хорошо. В общем... Что там? А, сохраниться не дает, слышь. А, ну логично. Мы же не на этой самой, мы же не на карте мира. В общем, как я говорила, в восьмерке, в принципе, все плохо у меня было первый раз, когда я играла. Потому что я тупо не прокачалась. Я пришла там вообще никакая. У меня ни финального оружия у персонажа не было, ничего. Но шестерка... Знаете, если как бы некоторые другие финалки можно пройти, не докачав персонажа до сотого уровня, то в шестерке это... Ну, сложно так пройти и не прокачаться, потому что там все очень плохо. И там пока качаешь, скажем так, побочные вещи, которые лучше бы прокачать, потому что никогда не знаешь, когда они тебе понадобятся, а они очень часто могут понадобиться, потому что там... Я уже много раз это говорила. Партии персонажей... Персонажей там 14, и всех надо качать. И там три секретных персонажа. Ну, то есть, секретные включаются в эти 14. Это звездец, ребята. И всех реально нужно качать, потому что, если ты не прокачаешь, потом как-нибудь... Представляете, на сколько партии можно разделить 14 персонажей? Это охренеть. И они разделяются, самые прикольные. Причем иногда разделяются так, что... Это что такое? Разделяются так, что мама не горюй, потому что... В игре очень много сюжетных всяких разных поворотов. И никогда не знаешь, какой персонаж с каким... А, подожди, я же не ношу нагрудники, я же монах. Никогда не знаешь, какой персонаж с каким в следующий раз окажется в партии, когда его куда-нибудь там выкинет каким-нибудь очередным сюжетным поворотом. И самое интересное, что если ты другие финалы поначалу дерешься, тебя особо не бьют. То есть, мы тебя любим, все хорошо, мы тебя не бьем. В шестерке такого нет. Тебе сразу начинают бить. Я помню... Ну, я шла по привычке, думаю, ну, все, норм будет. Меня бить-то вначале не будут. Куда там? Я на первом уже серьезном бою просто слилась. У меня реально там такой бадхерт был. Думал, блин, почему меня так бьют? Это начало игры. Что такое? То есть, мне пришлось загружаться. И фактически реально, буквально за первые, грубо говоря, полчаса игры, мне пришлось идти в прокачку, потому что меня тупо били. Вообще, мне прохода не давали. Это ужасно было. Сейчас они туда-сюда будут друг к другу скакать, да? От Урсулы к этому? Да, наверное. О! О! Борис, иди. Учитель Янг. Учитель Янг. Да? Что такое? Не сделают ли вам перерыв хотя бы сегодня? Заниматься надо каждый день без перерывов. И не отвлекаясь на другие заботы. А, это этот сказал, великий князь. И не отвлекаясь на другие заботы, мол, да? Князь. Она вот-вот родит. Можешь пойти к ней. Ну как же... У этого тоже агу-агу. Сейчас тоже ломанится, да? Учитель Янг. Скорее, ну скорее же, ну... Бегу. Бегу. Прикольно так. Сейчас опять до Урсула. Так. О, боже. В общем, с шестеркой... Я не знаю, я, наверное, буду просто... Знаете, вот мы пройдем эту игру, я что-нибудь другое начну. Я, наверное, шестерку буду просто до последнего откладывать. Потому что... Помню, я был еще там один город такой... Там... Ой, я не могу. Ужасно. Ой. Ладно бы там просто нужно было прокачиваться, и то было бы больно. А там... Мало того, что нужно прокачиваться, так еще... Ой. Ладно, ребят, кто играл... Я думаю, тот помнит. С другой стороны, вот если вы со мной не согласны, пожалуйста, не пишите то, что... Нет, там все просто, там надо вот так, вот так, потому что... Ребят, я помню свои ощущения, я знаю, как там надо, но у меня это все равно боль вызывало. Я к тому, что ваши комментарии могут немножечко проспойлерить другим людям то, что они, возможно, не хотели бы знать. Поэтому, пожалуйста, как-нибудь бездержитесь без спойлерящих комментариев. Вот. Но суть в том, что... Я не знаю. Я, наверное, реально буду откладывать просто до последнего. Буду проходить все что угодно. А шестерку просто вот откладывать и откладывать. С другой стороны... Не знаю, просто... Нужно еще какой-то такой, мне кажется, специальный особенный момент поймать именно для шестой части, потому что шестая часть, она действительно особенная. Так, где вход-то, госпит, туда? Да еберный театр. Ты же, это направо, налево, где? Пусть меня бить, а? Они не умирают, надоело с вами драться. Подыхайте один за другим. Не хотят умирать скоты. Ну давай, ну... Господи, я хочу рассказать по поводу Final Fantasy X. Ну... Хотя, что вы мне там рассказываете? Я же все сказала, я уже не один раз это вам повторяю. Поэтому, наверное, на этом закончим. Потом как-нибудь. В общем, суть в том, что я, наверное, буду очень долго откладывать шестую финалку, потому что... Во-первых, повторюсь, она геморрная. Вот. Длинная, самая, пожалуй, длинная. С всех в финал. С другой стороны, возможно, еще 12-ая тоже жирная. Потому что... Ну что ты? Где проход налево? Могу понять. Надо вылечить их. Так вот. На тебя молча, они наложили. Господи боже. Так, не поняла. Так, так. Ладно. Где проход налево? Может он тут? Где он? Просто где? Так, ладно. Пойдем тогда сперва направо. Да ешкин свет. Да вы меня заколебали. Где налево-то проходок? Там штучка. Там сундук. Там должно быть что-то. А если я, кстати, хлеб этот... Слопаю? Гномик. Он мне покажет проход? Вот, секретный. Я не помню, к сожалению, показывает ли он это. Или так в сундуке показывает. Может, конечно, проверить. Ну, че-то как-то неохота. Так, ладно. Это же не то дело. Как налево побансь? Может... Ой, я прям не знаю. У меня есть, конечно, предположение, но че-то как-то они не хрена не работают. Ну, налево. Ненавижу. Простите меня налево. Кархадиво до воды емрите. Замечательно. Сколько? 600... 600... 300, сволочи. Я хочу налево. Пусть... Да что б вас всех, ты что, с ума сошли, что ли? Че так часто-то? Рррррр. Вспоминается невольно. Один город. Final Fantasy. Я ненавижу этот город. В этой... Шестой... Части. Что б... Этот город. Аааа. Самый ужасный город. Причем, ради любопытства, когда буквально вот недавно, на днях делать нефиг было. Ностальгировала. Да, я думаю, почитаю про шестерку, подумаю, как бы так впихнуть в наш плотный график когда-нибудь. Я почитала прохождение, ну, там, вспомнить, насколько там все плохо. Лучше бы я не читала, честно говоря, прохождение. Потому что я так вспомнила, думаю, боже мой. Сколько ужасов мне надо вытерпеть будет. И там чувак, который писал прохождение, такой, я, типа, ненавижу этот город. И я, простите, такая, чувак, я тоже. Опа, смотри. Прикольно. Но мы все равно сходим наверх, потому что, потому что тут что-то есть. Я тебе ненавижу. Случайный бой. Ой. Не, конечно. Я про... Мне просто, знаете вот, мне с одной стороны хочется пройти побыстрее шестую часть, потому что... Мне хочется посмотреть на реакцию тех, кто в ней еще никогда не играл. Потому что у вас такой разрыв шаблона будет в какой-то момент, мне так кажется. Потому что у меня был. И, в общем, да. Это во-первых. А во-вторых, мне просто... как бы это сказать поправильнее. Господи, я не знаю, как это сказать. Но, в общем, будем считать, что я сказала. То, что да, мне хочется посмотреть на вашу реакцию на некоторые ситуации, потому что шестерка, повторюсь, очень особенная финалка. Буду раскрывать всех карт. Почему? Иначе это будут спойнеры. Она особенная во всех отношениях. Вот если бы, как бы, как сказать, седьмая часть, я уже это говорила, но я повторюсь, седьмая часть у меня любимая, потому что мне нравится именно весь мир. Не только Final Fantasy VII, а вот вообще вся вселенная Final Fantasy VII, то есть с Кризис Кулером, и со всеми и с Before Кризисом, и, в общем, с Advin' Children'ами, в общем, со всем вот этим вот. То есть со всем, что входит в мир Final Fantasy VII. Ой, здравствуй. Сейчас я небось налево, да, дойду? Ну да. Нифига ж себе. Как тут хитрожопа все. Вот. И как бы мне просто ближе именно седьмая часть. Но вот если отмести это, да, то шестерка, наверное, будет самый лучший Final Fantasy, потому что она сама. Вот прям вообще. Но мы когда дойдем, вы узнаете, почему я так считаю. Но Final Fantasy VII, как бы, мне чисто ближе. И истории, и истории Ями, и Зака истории, Клауда история. Все это как-то так. Мне еще на мое мировоззрение накладывается все это дело. Баут. В общем, как-то так. Ну я это говорила, по-моему, да? Уже не один раз причем. Не знаю, позвездить охота иногда. Не только же повторять ответы на вопросы. Одни и те же. Можно и поболтать об одном и том же. Всегда найдется тот, кто первый раз прослушал, а второй раз первый раз услышал. Это норма. Мы когда-нибудь отсюда уйдем. Нет? Так, левел, хорошо. Полечиться, не полечиться, полечиться, не полечиться. Не знаю. Ладно, пойдем по этой кишке. Я не думаю, конечно, что мы тут что-то найдем. Но пусть будет. Вдруг на дороге будет что-то лежать особенное. Вряд ли. Ну ладно. Ну и ладно. С это опыт получим. Нет, не умирай! Нет! Нет, убейте скорее их всех. Не бейте вот этого, который монах Б. Сейчас мы его вылечим, короче. Лечись, монах Б. А, его даже можно подлечить, какая прелесть. О, как во время мы его вылечили. Так, давайте-ка шибанем ногой. Вот так вот. Было пакаши было? Нет! Нет! Так, чакра, монах В. Давай. тадай, 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 не надо меня бить. Я могу биться. Отлично, мы успели. Смотри, почему-то забываю, что у Урсулы неплохая чакра. Привет фанатам Наруто. Так, все? Да, ешкин свет. Да вот, вот, не могли без боя отпустить. Просто не могли. Чтобы вам просто было эу, эу. чудесный статус молчания. Мне так нравится, он нам так вредит. Я его даже снимать не буду. Ибо зачем? Сейчас опять Янг будет, да? Такая соплящая Урсула. Раз, два! В платье. Да ты молодец, Урсула. А, нам сейчас покажут, почему он перестал ее обучать. Да, может, с ней что-то случилось, может, она ушел в область, как-то, знаете, бывает же такое. Правда? Правда? Я тоже вырасту сильная, как ты? Обязательно. Ура! Но есть кое-что, Урсула, что для тебя должно стать более важным. Не хочу важной, хочу быть такая же сильная, как ты. Так, видимо, она что-то все-таки сделает, мне так кажется. Здесь наверняка где-то есть проход налево, но пойдем, как на карте нарисован. Здесь вообще нет ничего. Мне кажется, она где-то пришибется, и Янг будет чувствовать свою вину, и после этого он начал ее жестко-жестко опекать. это банально, но это всегда работает, это предположение. Так, я видел сундук, только что. На военка, работай. Мужчина моей мечты, давай убивай уже их. Пошли. Нам сундук еще открывать. И впереди наверняка какой-нибудь басяра будет. чтобы лес и без... Чего он так много опыта получает, а у Сула так мало? Что за беспредел? Да что вы говорите? Замесять насосы. Да чтоб тебя, я шага не успела сделать. Не, шаг успела, но два нет. Как минимум через пять шагов можно было напасть, но не через один же. Это как-то совсем не по-божески. С другой стороны, если с них сейчас вывалится полтора тысячи опытов, нападайте хоть каждый шаг, честное слово. Жалко у Янга чакра нет. Она раньше была. Забавно, да, все-таки, как переносит способности прежних персонажей, то есть способности персонажей из FF4 на подросших молодых персонажей. То есть способности Янга перенесены на Урсулу, то есть чакра, вот это вот все. Способности Розы очень так нехило перекинулись на паром любопытно. То есть вроде как и обновили, да, некоторые возможности, потому что старые персонажи получили новые способности, как, видимо, типа повзрослели, прокачали левел там, да, на новый уровень, не знаю, духовенства ушли. И, в общем-то, с одной стороны и как бы новое добавили, и при этом оставили старое, более привычное Николе Лизу. И это, конечно, очень любопытно. Возможно, я зря это сделала, конечно, потому что наверняка сейчас мы куда-нибудь перейдем, там будет сохраняющая, можно будет отдохнуть. Опять есть Урсула. Послушай. Когда ты уже начнешь тренировать Урсулу? Только после того, как она осознает. Что осознает? Смысл милосердия. Но она же и так добрая. Я знаю, но больше всего она восхищается силой. Как ты к ней строг? Естественно. Я же люблю свою дочь. Не, видимо, с ней ничего не про... Хотя, может быть, еще случится. Видите, он перестал тренировать ее, видимо, после этого, да? О, как интересненько. Двойная локация. А, бейте. Когда, кстати, сохранение? Потому что что-то ее как-то давно не было. Очень стыганно. А если бы мы сюда пришли без предметов и не прокачаны, нас бы тубили бы очень сильно, как бы мы тут выжили. Пришлось бы загружаться раньше и качаться вот до корабля, до всего вот этого. Это же кошмар. Тоже не щапки. Я не помню, что бы монахи... Хотя, почему нет? Могут, но это фигня. Слушайте, давайте здесь тогда и остановимся. В следующей серии продолжим. Логично. Что-то как-то я аж подавилась, а. Вот, и в общем-то продолжим путешествовать по этому лесу замечательному. Давайте выйдем в меню, чтобы красиво было. Да. Заодно сохранимся, кстати. Вот, продолжим. Наверняка мы потом встретимся с Янгом и вообще случится потом какой-нибудь босс и может быть даже отец с дочерью чуть-чуть помирится или хотя бы сделают шаг на путь к этому. Было бы неплохо. Вот, надеюсь, что в этой серии вам понравилось. Если это так, обязательно ставьте пальцы вверх, это поддерживает, мотивирует, просто радует и вообще оставьте комментарии. Если вам есть что сказать, подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Северн, всем удачи и пока-пока.